Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей и вы находитесь на канале Guitar Mania. И сегодня у нас на обзоре вот такой, я бы сказал, очень интересный Ibanez RG серия 90-х годов, японец. Ну что ж, погнали! Эту гитару мне предоставили на обзор в магазине Guitar Collectors. Как обычно, я лазил по их сайту, нашел интересную гитару, написал им, говорю, дайте мне эти гитары на обзор. И они любезно согласились, прислали мне эти гитары, в частности, вот этот японский Ibanez. И теперь мы можем с вами на них посмотреть. Если еще кто-то не знает, что такое Guitar Collectors, я оставлю ссылочку в описании под этим видео. Это магазин электрогитар, бэушных, как я понимаю в основном, усилители, примочки, процессоры, в общем, все, что связано с музыкой. И в частности, с электрогитарой. Цены там очень интересные. Цены такие же, как на Авито, и даже дешевле бывают. Я частенько просматриваю, какие у них есть гитарки, и появляются интересные экземпляры, которые я прошу себе на обзор. Так что я вам настоятельно рекомендую перейти по ссылке в группу ВКонтакте, подписаться и следить за гитарами. Каждый день добавляются новые и новые гитары. А цены, ну действительно цены, как на Авито. Вот серьезно, цены, как на Авито. Но покупая в магазине, вы, естественно, себя защищаете от какого-либо мошенничества, от, так скажем, покупки кота в мешке. Там все при гитаре расписано, куча фотографий. Вы можете написать, вам все ответят. Так что это более надежный вариант, чем Авито. Также, если вы находитесь в Питере, у них есть шоу-рум, вы можете лично прийти, все посмотреть, послушать. У них есть репетиционная точка, можете репетировать. И у них есть гитарная мастерская, так что можете обращаться. Ну а если вы, как я, не в Питере, то вы можете на сайте или в группе ВКонтакте выбрать любую электрогитару. Вам ее запакуют и отправят, так же, как и мне. Кстати, распаковку этих гитар мы делали на стриме. Ссылку я тоже оставлю в описании под этим видео. Если интересно, тоже переходите, смотрите. Ну что ж, погнали дальше. Как всегда, я вам сейчас немножко расскажу об этой гитаре. Мы ее в конце этого видео послушаем. И что очень интересно у этой гитары. Давайте сразу пробежимся по материалам. Гриф у нас клён, то есть это один кусок клёна. Накладка у нас палисандр. А корпус называется... Простите, забыл необычное слово. Я такое еще не встречал. Корпус называется Resoncast. То есть это, по сути, MDF. Интересно послушать в конце, как эта гитара звучит. Итак, пойдемте сверху вниз. Голова. Здесь у нас, как всегда, 6 колков. Вся фурнитура у нас черного цвета. И колки, между прочим, фирмы GoTo. Сзади мы видим шестигранники, как на гитарах фирм Jackson, да, например. Так что это очень удобно. Если вам нужно подстроить гитару, вынули шестигранник, подстроили и вставили его обратно. И не надо постоянно по дому искать эти шестигранники. Классическая голова. Регулировка анкера находится вот здесь под крышечкой. Надпись Ibanez RG Serious. Все как обычно. Top Lock. Top Lock у нас крепится, как на старых гитарах. Это же старая гитара. Сквозь корпус. Если вы возьмете современные гитары, там Top Lock уже крепится просто саморезами. И сквозных отверстий нет. В этом случае голова держится чуть лучше. Но сам Top Lock, знаете, вот я попадался, ну как не попадался, замечал такие вещи. У меня есть Ibanez с Top Lock, который держится на саморезах. То есть Top Lock держится на саморезах. И когда вы начинаете качать рычаг, струны ослабляются, натягиваются, ослабляются, натягиваются. Здесь же струны постоянно натянуты. То есть Top Lock, представляете, он чуть-чуть начинает двигаться. И если у вас такие винты сквозь голову, они очень хорошо держат Top Lock, и он мертво стоит на месте. Это большой плюс вот такого способа укрепления. Если же у вас Top Lock на двух саморезах, со временем, когда вы будете качать, 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 Top Lock тоже начинает шевелиться, и его приходится дополнительно каким-либо образом укреплять. Так что минус в том, что у нас сквозные отверстия, это место чуть прослаблено, и у Ibanez тоже частенько отваливается у головы, если его неудачно уронить. Плюс в том, что Top Lock держится гораздо лучше, чем на современных Ibanez. Гриф, как я уже сказал, это клён, накладка Палисандр, и этот гриф точно такой же, как на всех Ibanez. Что я имею в виду? Я имею в виду, что он очень удобный. Гриф просто шикарный. Гриф тонкий. Гриф, накладка грифа имеет достаточно большой радиус, и поэтому накладка чувствуется прямой. Когда радиус маленький, накладка чувствуется круглой. Это как у Fender. Когда радиус большой, накладка чувствуется более прямой. Это классический пример гитар Ibanez. У нас здесь 24 лада, всё как обычно. Лады, кстати, мне очень понравились. Лады достаточно скользкие, хоть это и не нержавейка, это, как я вижу, обычный низельбер. Они широкие, они высокие, как на всех Ibanez. И это действительно мне всегда очень нравилось. Крепление грифа, как всегда, у нас вот такая пяточка. И на самом деле, эта гитара удивила меня тем, что здесь пяточка современная. То есть она круглая, её приятно держать в руках. Если же вы посмотрите старые Ibanez конца 80-х годов, начало 90-х годов, например, как эта гитара, то вы увидите, что пятка там как у Fender. Она квадратная. Сзади железка neckplate. И это действительно неудобно. У современных же гитар пятка уже вот такая, как здесь. И я просто раньше не встречал ещё старые Ibanez с такой пяткой. И эта пятка гораздо-гораздо лучше, чем вот этот квадратный с железкой neckplate. Погнали дальше. Корпус. Корпус это то, что называется Reson Cast. Правильно я запомнил. Это MDF. То есть я, когда смотрел на эту гитару, я смотрю, интересно выглядит гитара. Начал читать её спецификацию. Но вообще я изначально не хотел эту гитару на обзор. Ibanez, как Ibanez старый японец, я достаточно ровно дышу к японцам. И когда я начал читать спецификацию, я увидел вот эту надпись Reson Cast. Я сначала, ну я не знал, что это такое. Я зашёл в Google, я посмотрел, и там пишут, что это, так скажем... Там даже, кстати, в магазине Guitar Collectors ниже, потом я посмотрел, есть описание на английском. Вы его копируете, забиваете в Google Translate. И там всё написано, что Reson Cast, это, так скажем, маркетинговое, что ли, название MDF. То есть это прессованные опилки. Вы представляете? Старый японец, Ibanez. Достаточно интересный ябанез. Но корпус сделан из опилок. И мне стало, как сказать, очень интересно эту гитару посмотреть, послушать. На удивление, на удивление, эта гитара звучит очень неплохо. Но я думаю, что в конце мы послушаем, и вы в этом убедитесь. Звукосниматели здесь стоят обычные для этой серии гитар. Это ибанезовские звукосниматели V8, S1 и V7. На дорогие гитары японца, престижа и всё остальное ставят Dimarziu. Есть ещё так называемый IBZ Dimarziu. Но это не совсем Dimarziu, я, как понимаю, это всё-таки ибанезовские датчики. Есть вот такие V7, V8, S1. А есть ещё Infinity 1, Infinity 2. Infinity это совсем плохие звукосниматели. Dimarziu, естественно, это топовый вариант. Вот эти звукосниматели, мне кажется, очень неплохими. У меня, кстати, вон мой банез висит. Там тоже звукосниматели похожие, но они не V7, V8. Они, по-моему, V4, V3, если я не путаю. Они тоже неплохо звучат. Эти звукосниматели звучат очень-очень неплохо. Так что на этой гитаре звукосниматели я бы менять не стал. Друзья, давайте быстренько пробежимся по, так скажем, по состоянию этой электрогитары. Это же бушная гитара, так что давайте её вместе осмотрим. И я вам расскажу всё, что вижу на ней. Если смотрим спереди, то в целом покрытие у нас здесь не пострадало. Как я вижу, всё достаточно в хорошем состоянии. Если мы смотрим сзади, сзади, кстати, вот этой крышки нету. Есть только вот эта крышка. Если мы смотрим сзади, то в целом тоже покрытие выглядит очень-очень неплохо. Единственное, что вот здесь я вижу, как будто бы то ли царапина, то ли трещина в лаке. Я так сразу, наверное, сказать не смогу. Гриф у нас тоже выглядит нормально. Вот здесь есть лёгкие потертости. Но это ерунда, ведь в гитаре больше 30 лет. Около 30 лет, наверное, всё-таки. Лады, 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 лады. Лады имеют небольшую выработку, но на самом деле она не критичная. Я думаю, что шлифовать их пока не нужно. На ней можно ещё играть и играть. Потом можно будет её ещё шлифануть и опять можно будет на этой гитаре играть-играть. Ну, в общем, до замены ладов ещё очень далеко. Но вы должны понимать, что гитаре уже почти 30 лет и кое-какая выработка есть. Но я вам ещё раз повторяю, что выработка совершенно не критичная. Итак, друзья, я думаю, что в принципе и бонез, как и бонез. Всё мы уже тут посмотрели, всё обсудили. Болты заржавели и это придаёт особый шар. Я люблю, когда у старых гитар ободран. Знаете, золотое покрытие, оно уже ободранное. Болты заржавели. Это выглядит очень хорошо. Эта гитара в целом выглядит очень неплохо, если учитывать, что ей уже 30 лет. Окей, вот этот корпус MDF. Сейчас мы вместе с вами послушаем, как звучит эта гитара. И сделаем вывод, а влияет вообще дерево на звук или нет. Давайте её послушаем. Чистый звук это, как всегда, клин-канал моего лампового преампа SLD. Сегодня будет Impulse Marshall. Ну что ж, бриджевый датчик, первая позиция. Можно сразу слышать, да, что звук такой достаточно тонкий. Острый. То есть это совсем не гипсом и... Но я не говорю, что это плохо, он просто по-другому звучит. Он звучит больше ближе к страту, так скажем, вторая позиция. Третья позиция. Четвертая позиция. Вот она, то самое стекло. Этот звук мне очень нравится. Пятая позиция. Это уже хамбакер. Погоняем ещё четвёртую позицию. Также мне очень понравилась на этой гитаре вторая позиция. Давайте её тоже погоняем. Овердрайв. Первая позиция. Вторая позиция. Ох, то, что надо. Третья позиция. Четвертая позиция. Третья позиция. Пятая позиция. Склеечка. Я просто ходил к своему прямому, чтобы переключить звук. Итак, красный канал SLD плюс импульс Orange. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, мне очень интересно ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео, что вы думаете по поводу этой электрогитары, по поводу материала, из которого сделан её корпус, и по поводу её звука. Хочу напомнить, что эту гитару на обзор предоставил магазин Guitar Collectors. Все ссылочки группы ВК, потом репетиционные, точка, мастерская, я оставлю в описании под этим видео. Я вам советую, переходите, смотрите. Я даже подписался на них на Авито, и мне каждый день приходят обновления, что там добавлено 8 объявлений, добавлено 20 объявлений. Я вам серьёзно говорю, подписывайтесь, следите, и вы точно себе ухватите какую-нибудь интересную гитарку. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нас ждёт много всего интересного. Ещё раз огромное спасибо всем, кто поддерживает канал материально, кто покупает именно с моим промокодом Guitar Mania в магазине Stronker.ru. Репост. Нажмите кнопочку репост и поделитесь этим видео у себя ВКонтакте. Ну что ж, а меня зовут Сергей, и это был канал Guitar Mania. Всем позитивного настроения, всем позитивного настроения. До встречи на Ютубе.